Лучше вставай на него. Отлично. Комфортные условия для работников, а для посетителей удобная система электронной очереди. А гостей здесь бывает немало, а архив помогает найти даже элементарные документы для выхода на пенсию. На ремонт комплекса госархива, в том числе и этого здания 70-го года постройки, ушло почти 300 миллионов республиканских рублей. Нужно продолжать эту работу? Конечно, нужно, потому что у нас далеко не все такие регионы, как Татарстан, в числе лидеров. Богатство архива республики на выставке. Президент сегодня изучил печати Хана Тахтамыша и даже метрики собственных предков. За сто лет, что существует архивная служба как в Татарстане, так и в России, актуальные проблемы постоянно меняются. Остается одно — желание дать документам вечную жизнь. Сегодня на международной конференции в IT-парке эксперты со всей России и еще двух десятков стран обсудили, как делать это уже в цифровом виде. Здесь же выставка современной техники, которая с этим помогает. Вот такое немецкое оборудование сегодня используется в госархиве республики Татарстан. Этот сканер позволяет сканировать книги толщиной до 35 сантиметров, при этом обладая самым высоким разрешением полученного изображения. И все же цифровой формат не панацея, ведь 15 лет назад казалось, что из дискет информация никуда не денется, а сегодня почти не остается компьютеров и программ, которые могут ее считать. Все-таки очень удобно вроде бы в цифре работать, а вот как сохранить это, что будет с этим цифровым материалом через тысячу лет, мы точно еще не знаем. Этот вопрос как раз на повестке у архивистов. Решить проблему может только создание специальных дата-центров для хранения цифровой информации. Нужна и мировая единая концепция того, в каких форматах это делать и какие использовать носители. Лена Зинатулина, Андерс Недальцев, Ильшан Мухаммедов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова